всем привет вот у нас на улице зима а совсем денечки не зимняя льет дождик каждый день у нас и не знаю вот декабрь месяц конечно нежелательно было пересаживать свои растения но я все-таки пересадила потому что моя вот а такая а как антера все вы многие конечно видели как она цветет шикарно что-то в этом году она у меня не хочет радовать цветением своим очень-очень уж у нее был маленький горшок я ее посадила вот в такой красивенный горшок и думаю может быть к весне она у меня зацветет вот она у меня такая красивая большая но всегда с волнением я жду ее цветение зацветет ли она в этом году или не зацветет не скажу что она капризная но она такая знаете строгая барышня такая она не то чтобы жадная на цветение но она еще подумает стоит ли ей показывает свои цветы или не стоит но хочу сказать что еще раз повторяю она в уходе не капризная она меня стоит за балконом бывает забываю поливать на нее светит яркое солнце стоит она под дождем и листья у нее даже шикарная даже красивая я бы сказала любил любые другие растения могут позавидовать таким листьям они такие большие блестящие ну конечно конечно я люблю цветение и буду ждать конечно цветение здесь такая моя красавица это самая моя любимая сансевьерия и то что самая моя любимая вот я выбрала себе такой сорт и он у меня давным давно уже ну больше как-то у меня к другим сансевьериям как-то душа не лежит не то что не лежит ну не хочу я их покупать а вот такая вот она мне очень нравится она когда стоит на окне когда светит солнышко вот эти листья вот эти желтые они просто переливаются и такие они стоят яркие очень она мне очень нравится вот она у меня стояла на кухне на столе солнышка и не хватало и начинают свете какие-то сероватые или светло-салатовые какие-то проступать блики какие-то но не очень красивая я ее сюда поставила на солнышко на солнышко можно так сказать мы уже солнышко давно не видели но все-таки ждет мое растение солнышко здесь расцвело вот такое не расцвело а завязала плоды вот такое мое солнышко это перчик это перчик комнатный я его вырастила из семян вот такое тоже я его пересадила потому что листики начали у него желтеть вазончик у него совсем манюсенький был ну думаю сбросит этот свой плодик то сбросит лишь бы сам не пропал ну он уже недельку стоит пересаженный даже и вот перчик покраснел был желтенький сейчас стал красненький и вы знаете ничуть не хуже чем цветущие растения и яркая и красивая и бюджетная так что кого там может быть не хватает средств на какие-то дорогие цветочки смотрите перчик два в одном можно и в супчик борщик покласть и любоваться на подоконнике вот такая вот красотень не знаю мне нравится мне нравится здесь стоит мой табутилон киш-миш цветет он желтым я его принесла с работы потому что он там что-то ему не нравилось он начал листопадить сейчас посмотрите ему здесь на кухне нравится нарастил такую пышную зеленую массу да еще он видите он будет радовать меня будет радовать меня цветочками вот вот может новому году они распустятся и будет красота конечно хотела я подождать немножечко чтобы он распустился показать вам но я не выдержала я не выдержала как увидела что завязались бутончики и решила и решила их показать у меня конечно было два желтеньких но один вот так резко резко просто взял и пропал я даже не успела сообразить начеренковать ничего страшного ничего страшного это я его к солнышку поворачиваю пускай цветет это моя вайтфельдия посмотрите какие у нее листья блестящие красивые но опять же опять же она не цветет жду я жду подкармливаю уже стараюсь что почве почва не пересыхала поставила всегда ее на солнышко ну надеюсь до весны так же как я как ака кантера может быть она зацветет хотя увидели видела забыла сейчас вылетела с головы на канале забыла у девушки на канале такая красивая вайтфельдия такие белые свечи шикарная очень красивая я все к своей по моему оля зовут не помню я извиняюсь конечно но я забыла такие белые красивые свечи и я все туда в срединку заглядываю заглядываю думаю может я уже соизволить зацвести а нет ничего нету ну ничего будем ждать здесь вот такая вот собирается цвести моя отрезала просто черенок укоренила и посмотрите он сразу же уже начинает цвести это бегония вот так так что и зимой бегонии цветут и летом у меня цветут бегонии вот такая она малышка красавица здесь пентас пентас я обрезала обрезала череночки стоят на укоренении а вот эти вот маточное растение он пускает новую поросль ну не знаю если будет он компактный красивый я его конечно оставлю но если он будет вот так некрасиво я снова по обрезаю череночки и укореню хотя смотрите нужно цвести будет ну не знаю обрастет так обрастет значит он останется они если нет по чеку и на череночки красандра красанда моя красандра моя у смотрите какая она стала красавица не знают листочки вот некоторые не или это не до корм или перекорм вот пару листиков вот такие вот почему-то стали наверное перекормила хотя я сейчас стараюсь декабрь месяц не не вообще не кормить растения но вот некоторые малышей там подкармливала и было большое искушение и я пролила немножечко под крассандру нет вот еще видите листик не знаю в чем дело но так она бодренькая красивая молодая порсель очень даже такая сочная листва она не растет ну будем весной ждать цветение хотя я где-то видела маленький колосу вот видите маленький колосочек вдруг она будет солнышко вдруг она рискнет зацвести но погода у нас скверная конечно вот вот мой второй ярус здесь вот такая зеленая шторка у меня вот такая вот начинает что-то долго дует она у меня это хоя бела долго дует она свои цветочки и не хочет распускать вопрос не знаю почему здесь моя любимая плохо видно да снова я забыла моя любимая моя любимая тилансия читала мне так нравится не знаю особенно когда вот она такая светлая когда вот я ее не брызгаю когда брызгаешь она зеленая а когда вот такая вот она светло-светло серенькая такая плохо сейчас свет на нее падает ну не видно всей красоты а так очень-очень это я отделила себе такой пучочек чтобы он рос вот такие они вот такие вот растения мои в декабре а еще хочу показать кто там интересовался за мою эту как ее мураю сейчас ее поставлю и покажу потому что я ее пересаживала она была ягодках и люди спрашивают как ваша мурая ягодки целы вот посмотрите она пересажена в новый такой зелененький горшочек видите почва новая свежая и она не потеряла ни одной ягодки сколько было ягодок и все они на месте вот даже еще одна он покраснела так что мурая вообще без проблемное растение даже с ягодками она даже перри пересадки не стресса нула ни капелю ничку вот так что вот такая у меня ювелирная работа все во всем всего доброго до новых встреч пока пока